Дорогие мастера и мастерицы, уважаемые и сочувствующие, здравствуйте все! Сегодня, как я и обещала, мы будем вышивать натуральным шелком царицу цветов и символ бессмертия – розу. Розы можно рассматривать бесконечно. Разнообразие форм, цветов и оттенков неисчислимо. В качестве модели можно выбрать любимый сорт, а если есть возможность выбрать светлый шелк, то при помощи красок для батика можно воспроизвести и нужный цвет. Шелк – материал дорогой, но хорошая новость состоит в том, что ленты можно сделать самостоятельно. Но перед тем, как перейти к их изготовлению, нам нужно определиться, какой же ширины нам нужны ленточки, какого размера будет готовая работа. Вот сегодня я принесла еще одну брошь, украсила ею свою любимую сумку на фермуаре, с которой я, можно сказать, не расстаюсь, и картину небольшую, здесь всего одна розочка и два бутончика, но тем не менее. А еще у меня есть украшение. Здесь ширина ленты всего 7 миллиметров. Вот такой ширины ленточку самостоятельно сделать сложнее. У меня вот эта фабричная. Но в принципе все возможно. И еще одна хорошая новость. Для того, чтобы получить ленту, неважно, откуда мы возьмем шелк. Вот, например, у меня бывшая блузка, которой я подарю бессмертие и вторую жизнь при помощи цветов, которые из нее вышью. И как делать ленты? Обычно советуют ленточку отрывать. Сейчас я покажу, как. Я намечаю ножницами, делаю разрез, чтобы не сразу по ткани поцелу и рвать. И вот так резким движением разрываю. Вот получается нечто. Ровный край у меня отрывается. Но мой шелк настолько деликатен, что вот здесь на оставшемся участке очень сильно подается ткань. Нити, прям вот видно, что они вылезают. Поэтому этот способ, он хорош. Ленты получаются ровными. Но в моем конкретном случае не выйдет. Как можно помочь себе вот в этом случае, когда не получается оторвать? Можно сделать вот так. Первый этап опять такой же. Я делаю небольшую насечку, а потом нахожу ниточку, вычленяю ее из полотна. Если присмотреться, то видно след от этой нитки. И это тоже будет ровная лента. Я должна буду ориентироваться на вытянутую ниточку и ножницами отрезать ленту нужной ширины. И самый мой любимый способ, самый простой, он подходит для тех, у кого есть инструменты точного кроя. То есть мой любимый коврик для петчворка, линейка для петчворка и круглый нож для ткани. Я просто кладу подготовленную ткань, раскладываю так, чтобы у меня ровный край, который я уже наметила и уже точно знаю, что он у меня идет по ниточке, ориентирую ее по разметке своего мата коврика, накладываю линейку и отрезаю ленту той ширины, которая мне нужна для конкретного проекта. Вот сегодня я определилась. Сегодня я буду использовать ленты шириной 2,5 сантиметра. Я их уже подготовила. Шелк весь бывает разный. Вы можете взять, вот как я, бывшую блузку, вы можете взять бывший платок, вы можете взять бывший сарафан, все что угодно. Если есть дома какие-то изделия, а если нет, на наше счастье существуют магазины секонд-хенд. Там иногда шелковую вещь можно купить за копейки. Мы ее не будем носить, а мы ее используем для того, чтобы вышивать потом, пустить на ленточки. И вот весь шелк, он разного качества. Вот здесь у меня одна ленточка из более крепкого материала, из более плотного шелка. Такой можно обработать на свече. То есть махрушки, которые образовались, когда мы отрезали ленточку, их можно подпалить. Но вот этот вот шелк мой, я уже пробовала неоднократно, потому что не первую розу вышиваю из этой блузки. Вот здесь, когда я подпаливаю махры, у меня от температуры горит очень быстро сам шелк, портится лентой, портится край. Поэтому сейчас я не буду никак обрабатывать, это не страшно. А вот такие вот длинные ниточки, если они у меня будут возникать в процессе вышивки, я их просто срежу ножничками. И работаем мы с шелковыми лентами, ну практически так же, как с широкими лентами обычными, к которыми мы привыкли. Сейчас я срежу ленту на уголок, очень-очень острый. Возьму большую иглу. Вот здесь прям критично, вот здесь я буду работать только 13 иглой, только самый-самый большой, который бывает. Вставлю ленту в иголку и закреплю на игле ленточку в том месте, где ее ширина гораздо меньше двух с половиной сантиметров. Мы это неоднократно делали, только лента у нас была более выносливая, не такая, как эта, деликатная. А край я буду подшивать ниточкой с иголочкой. То есть вот здесь никакого узелка, даже плоского ленточного узелка я делать не буду. Плоский ленточный узелок украдет у нас большое количество ленты, а мне это не нужно. Ну и длина сантиметров 30, не больше. Иначе при прохождении сквозь ткань лента может пострадать. Это касается не только самодельных, но вообще любых шелковых лент. И еще одно замечание. Как вы видите, у меня натуральным шелком выполнены украшения или картина. Для прикладных вещей я бы не стала использовать натуральный шелк, потому что после окрашивания, после стирки его очень трудно восстановить. И вещь теряет вид и привлекательность. Поэтому натуральный шелк для роскошных украшений или под стекло для того, чтобы им любоваться. Для того, чтобы начать вышивать, естественно, нам нужно сначала определиться с композицией. Я сейчас для примера вышью только один цветок и несколько листиков и бутон. Но для того, чтобы все-таки натуральный шелк, для того, чтобы работа выглядела красиво, я предлагаю вам либо разработать композицию до вышивки, либо найти образец в нашем любимом интернете в поиске и ориентироваться на это. В основе опять овал, наш любимый овал. И для того, чтобы показать, что цветок у меня имеет ракурс, что он немножко отклоняется от нас, центр я намечу немного выше середины вот этого вот своего овала. И как я уже сказала, хвостик ленты я буду закреплять дополнительной ниткой. Нитку я возьму розовую, но можно брать и в тон основы. Почему я беру нитку в цвет ленты? Иногда, когда вышиваешь розу, нужно закрепить, прихватить какие-то элементы, чтобы придать форму лепестку, законченность. А для этого лучшие стежки такие технические спрятать в гуще ленточки. Ну и вот, как обычно, дальние лепестки я буду вышивать прямыми стежками. Начну с края, с края сокружности. И здесь я смотрю наизнанку. И здесь я сразу расправляю ленточку так, чтобы она у меня красиво выглядела как снаружи, как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Вот у меня остался маленький хвостик, можно даже еще меньше. И я сразу же тут же, подготовленной ниточкой, парой стежков этот хвостик подошью. Так как я начала вышивать с внешней стороны цветка, с внешнего контура, вот эти вот стежки у меня спрячутся под будущими лепестками. И здесь я ленту расправлю чашечкой, чтобы она красиво у меня выходила из ткани. И вот в эту вот центральную линию уведу. Шелк лучше сразу раскладывать аккуратно, сразу, чтобы он ровненько лежал. И вот посмотрите, в чем его достоинство. Здесь только один стежок. У меня даже ниточки вот здесь вот видно, но это все не важно, потому что какая форма изысканная у лепестка. Вот шелк за счет своей природной упругости именно дает вот такую вот красоту. Практически никаких ухищрений не нужно прилагать, только лишь аккуратность, только лишь расправлять ленточку. И сейчас я опять, видите, лента скручивается, я ее опять разверну, чтобы она даже на изнанке у меня минимально сворачивалась, чтобы аккуратно уходила на лицевую сторону. И здесь опять превращу ее в чашечку, вот так вот пальцами расправлю. И еще один прямой стежок. Прямой стежок тот, который уходит сразу в ткань. Иголка не попадает в ленту. Я оставляю ленточку лежать очень свободно. Могу поработать с кромками, чтобы подтянуть нужную. Именно в работе с натуральным шелком очень важно, чтобы у меня игла не попала в переходы ленты на изнанке. И тогда у нас с таким тщанием разложенные лепесточки могут затянуться. Пока я вот это оставлю, чтобы выполнить серединку. Серединку я буду делать скрученной, из отдельного кусочка. Так как у меня блузка. Блузка та была с кокеткой. И у меня получился вот такой вот интересный элемент. Изогнутый. Сейчас я буду именно этот элемент, подкручивая его, складывая по-разному, использовать для того, чтобы получить розочку. Для того, чтобы получить серединку. И то, что у меня деталь выкроена не по прямой, позволит розочке очень красиво драпироваться. Розочки мы скручивали с вами очень много раз. Примерно миллион. Сначала я заворачиваю край внутрь, чтобы у меня лепесток был со сгибом. И формирую центр. А потом, просто поворачивая в руках, то, что получается, вот эта вот скруточка, я формирую бутон. И вот такая серединка у меня получается. Стилизованная, можно сказать. И теперь через все слои мне нужно просто закрепить иголкой с ниткой. Вот у меня получилась серединка. Несколько движений, пара стежков и все готово. Я теперь хочу ее примерить. Смотрите, что получилось. У меня такой длинный хвост образовался. И из-за того, что я использовала не ленту, а деталь полукруглую по крою, мне будет сложновато увести вот этот хвостик наизнанку. Поэтому я сейчас возьму самую большую иглу. Возможно, придется подрезать несколько ниточек основы. И уведу вот этот хвостик наизнанку. И закреплю его при помощи этой же самой нитки. Вот бутончик на месте. И я сейчас закреплю его при помощи дополнительной иголки с ниткой на ткани. Продолжаем волшебство. ленту. Сейчас я хочу сделать центральный стежок, который у меня прикроет вход бутончика в ткань. Естественно, первым делом, как я и говорила, нужно хорошо расправить ленту. А потом выполнить стежок так, чтобы ленточка красиво драпировалась. Чтобы был изгиб лепестка. Вот такой, достаточно пышный. И сам лепесток я сделаю длинным. У меня получится нечто вот эдакое. Уведу ленту наизнанку. Лишнее срежу. И вот то, о чем я говорила. Мало как-то симпатично выглядит. Торчит все. Почему-то я сделала длинный этот лепесток. Сейчас и начнется то самое волшебство с дополнительной ниткой и иголкой, о котором я говорила. Сейчас я выведу иголочку под лепестком и соберу мелкими стежками край ленты. Когда я нитку подтяну, у меня сформируется красивый очень лепесток. Очень красиво изогнутый. Вот именно поэтому, именно для того, чтобы использовать вот такой прием, я и взяла достаточно широкую ленту, два с половиной сантиметра, для небольшого цветка. Если лента будет уже, нужно делать либо цветок меньше, либо использовать другой принцип вышивки. Я еще хочу вот дополнительной ниточкой вот этой вот прихватить центральный бутончик, серединку цветка, чтобы он не торчал так высоко. И вот таким образом, когда мы применяем вот именно эту военную хитрость, гораздо меньше уходит ленты, а цветок получается очень пышный. Но все равно место выхода ленты из ткани нужно выбирать как можно ближе к уже проложенным лепесткам. И опять я красиво раскладываю ленточку очень свободно. Драпирую ее. На конце использую ленточное закрепление, ленточный стежок. А вот дальше смотрите, если у вас картина, то, возможно, нужно будет только поработать с кромками. Вот так подтянуть, чтобы лепесток формировался, и оставить вот так. Вот этот лепесток я уже не буду подшивать ниткой. Здесь и так все хорошо легло. Мне нравится вот в данном случае использовать так называемый экономный способ, когда я смотрю, чтобы у меня переходы по изнанке были не длинные, чтобы все-таки ленточки уходило достаточное количество, но не излишнее. И вот этот вот короткий хвостик я сейчас сниму с иглы, чтобы его использовать. И уложу вот так. А этот стежок, наверное, я захочу подшить. Поэтому более свободно разложу. Ну, смотрите сами. Либо захочется, чтобы он вот так вот красиво отгибался, либо его можно будет зафиксировать, как я уже показывала. Вывожу нитку под лепестком и по краешку прохожу короткими стежками. Этот край я подтянула, а оставшийся у меня выскочил. Я теперь то же самое сделаю со вторым краем ленты. Тоже его соберу на ниточку. И вот здесь, прежде чем подтягивать нитку, я подверну краешек в нужное место. Вот так. Вот такой лепесток получился. Больше вот таких вот лепестков мне не нужно здесь. Мне кажется, что цветок уже состоялся. Я теперь сделаю только лепестки, которые смотрят вниз. И таким образом практически для всего цветка мне хватило 30 сантиметров ленты. Мне очень нравится этот способ. Цветок получается пышный. А лепестки, смотрящие вниз, я буду делать при помощи дополнительной иглы. Вот я сформировала лепесток. Вот я сделала центральный ленточный стежок. Аккуратно, чтобы у меня не затянулась ленточка, подтягиваю ее. И вкладываю дополнительную иглу. И вот этот вот завиток формирую ровным при помощи дополнительной иголки. Мы с вами это делали уже неоднократно. Я даже ее сейчас тут пока оставлю, чтобы случайно не подтянуть этот завиток. Опять из-под цветка, достаточно близко к первому стежку, чтобы у меня не светилась изнанка. Расправив ленточку, вывожу ее. Опять вкалываю в нарисованную окружность. Подтягиваю и опять подкладываю дополнительную иголку. Не обязательно вот этот завиток туго подтягивать по игле. Пусть он лежит воздушно. Это даже прибавляет прелести цветку. Вот такая роза у меня получилась. Мне очень нравится. Прекрасно, по-моему. И теперь я вам покажу, как сделать бутон очень просто. Ну, примерно вот здесь он будет. Эскиз нужен. Эскиз очень важен. Так как у меня лента широкая, здесь 2,5 см, Я сделаю бутон при помощи одного стежка и одной военной хитрости. Вот я вывела ленточку. И сейчас внутрь я вложу деревянную бусинку. У меня бусины двух размеров. Нужно посмотреть по вашей задумке. Можно сделать двух разных размеров бутончики. Можно сделать одинаковые. Ну, вот я сейчас вложу маленькую бусинку, допустим. Хвостики подшиты. Нам не надо бояться, что у меня лента убежит. И для того, чтобы бусинка там уютно себя чувствовала, Я буду сейчас работать с кромками. То есть подтягивать одну и другую кромочку. И лента очень бережно обнимет бусинку внутри. Вот такой вот кругленький бутончик у меня получится. Но это же еще не все. Бутон-то не выглядит вот так вот просто красным шариком. Нужны ленты зеленого цвета. Вот у меня есть драгоценность. Это ленты, окрашенные Маргаритой Тихоновой из Санкт-Петербурга. Это подарок от Риты. И я буду использовать их вот в этой работе. Такие необычные ленточки. Чтобы как можно меньше повредить ленту, Я тоже буду использовать крупную иглу. Самую большую. Шелк бывает самый разный. Вот здесь габардин. Плотный-плотный шелк. Очень хорошо ложится и очень удобно его использовать. Под бусиной выведу зеленую ленточку. Посмотрю, чтобы хвостик не выскочил. Вот так обниму бусинку. И чуть-чуть выше окончания бусины Выполню ленточный стежок. Он у меня центральный, но можно сделать и боковой. После того, как стежок будет подтянут, Он вот так очень красиво обнимет бутончик. И второй стежок с другой стороны. Точно так же. Раскладываю ленту. Обнимаю бусинку. Здесь я хочу сделать чуть-чуть повыше этот фрагмент. Этот чашелистик. И я здесь сделаю боковой ленточный стежок. Два стежка. Теперь мне нужно сделать Такое утолщение внизу бутончика. Я его сделаю просто прямым, очень коротким стежком. Здесь можно даже использовать Уже имеющиеся отверстия, Через которые выходила лента. Опять же расправлю ленточку, Чтобы она такой легла Кругленькой штучкой. Выпуклой. И мне осталось Вывести ленту И скрутив ее, Увести под цветок. Чтобы сформировать стебель. Ну, это привычно. Это мы умеем делать. Скручиваем ленточку. И вот здесь вот особенно внимательно Не попасть в переходы ленты на изнанки, Чтобы у нас не затянулись Уложенные с таким трудом Красивые лепестки. Вот несколько движений И цветок готов. По-моему, очень красиво. Мне очень нравится, что получилось. И еще, обратите внимание, Как выглядят листья у розы. Очень часто люди вышивают листья у розы, Так же, как листья у тюльпана, допустим. Один длинный большой лист. Листья у розы собраны по три или по пять. Есть отдельный стебелек, К которому крепится попарно и сверху один. То есть не ограничивайтесь одним листочком. И еще очень красиво смотрится, Когда прожилки на листиках Выполнены блестящими нитками. Вот здесь в данном случае Это разделенная нить тюлип. Она толстая, но если ее вычленить Из нее более тонкие ниточки, Получится вот так вот очень красиво. И еще очень важно. Вот смотрите, вот эта роза И вот эта роза. Я практически не трогала ленты, Когда вышила эту розочку. Они остались немятые, Они остались пышные лепестки. Очень красиво получилось. А вот здесь, вот на этой броши, Мне пришлось очень много работать с ней. И когда я отделывала брошь, Я ее долго крутила в руках. И вот здесь лепестки примялись. В данном случае мне повезло, Что я сделала так много лепестков. Такая пышная роза у меня получилась. Ну вот так вот вышло. И это нужно принимать во внимание. Шелк мнется, и расправить его сложно. Это учитывайте обязательно. И еще шелк боится воды. Иногда, если вот на такой даже красивый цветок Упадет несколько капель воды, То шелк помнется, И цветок будет выглядеть пожухлым. От воды его тоже берегите. И если вы будете вешать на стену картину, Либо используйте специальное стекло, Либо вешайте так, Чтобы прямые солнечные лучи Не попадали на картину. Иначе шелк тоже может пострадать. Цвет его может уйти. Ну что, сегодня, по-моему, У нас состоялось прекрасный дебют Еще одного символа бессмертия – розы. Мне очень нравится, что получилось. У вас обязательно тоже все получится. Присылайте мне письма с фотографиями ваших работ. Мне очень интересно, как у вас выйдет. А на сегодня все. В следующий раз мы обязательно придумаем Что-нибудь интересненькое. До свидания. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» За предоставленную ведущей одежду. Субтитры создавал DimaTorzok